Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробности. Когда за окном то плюс два, то минус двадцать, с каждым днём труднее удерживать равновесие. День прыгаешь через лужи, второй ловишь себя на льду. Но оказывается и падать можно грамотно, с минимальными потерями. Об этом мы не только говорим с гостем студии Александром Евсюковым. Поступает в наше отделение огромное количество людей каждый день с различными травмами. Но хочется сразу дать совет, чтобы люди ходили в удобной обуви, в удобной одежде. Возможно, даже на каблуках, если это удобно. Да, возможно, даже на каблуках, если это удобно девушкам. Очень большое количество и пенсионеров, и людей среднего возраста, и молодёжи. Есть ли какой-то принцип падения, который максимально нам обеспечит долгую счастливую жизнь без травм? Ну, как правило, падать надо на бок, да, ни вперёд и ни назад. Лучше падать на сугроб, на что-то мягкое, да, а не на лёд. Ну и учиться падать. Есть такое понятие, что надо учиться падать. Наученные горьким опытом пешеходы дают друг другу незатейливые народные советы. Пластырь или наждачная бумага на подошву, пакетик песка на всякий случай с собой или шипы на каблук. На самом деле главное не торопиться, чтобы банальный поход на работу не превратился в настоящее ледовое побоище. Тогда, может, и не так грациозно, но вы точно дойдёте до цели невредимым. Оказывается, совет «грудь вперёд, живот в себя» действует и на льду. Запоминайте, колени чуть согнуты, корпус под наклоном, руки свободны от карманов, чтобы в случае ласточки было чем ухватиться. Но главное – соблюдайте элементарные правила безопасности. На тротуарах, проезжей части и пешеходных переходах. Тогда травм точно будет гораздо меньше. Какие части тела наиболее часто подвергаются неприятным последствиям? Это конечности, грудная клетка и голова. Но самые важные, которые, как правило, меньше всего защищены. Пациенты в последнее время доходят до вашего отделения сами или их всё-таки чаще привозят? Хочется понимать степень тяжести. Так как мы работаем в отделении, то большая часть людей поступает к нам из травматологических центров, из районных больниц. Но огромное количество приходят сами, которые падают и около больницы, которые люди просто привозят на попутном транспорте. Количество пациентов зависит от сезонности? В нашем случае практически не зависит от сезонности. Это удивительно, кстати. Возможно, потому что мы работаем и с травмами в ДТП, которые происходят зимой, летом более тяжёлые. Зимой это падение, летом опять-таки ДТП с участием мотоциклистов, велосипедистов. То есть меняется только категория лиц, а в общем-то количество остаётся тем же. Количество остаётся тем же. Механизм травмы просто немножко меняется. Вот хотелось бы понять, каков всё-таки механизм именно зимой. Если мы, например, говорим о дорожно-транспортных происшествиях, мы как журналисты видим ужасные последствия, когда рад бы затормозить, но не получается. Травмы в ДТП, они приблизительно одни и те же. То есть это лобовые столкновения, это пострадавшие пешеходы. Огромное количество людей выезжает на дорогу в нетрезвом виде. Огромное количество людей просто ходят, как пешеходы в нетрезвом виде. Сейчас вот прошли праздники, да. Мне хочется, чтобы наши телезрители от доктора услышали, что ремень действительно спасает жизни. Как-то у нас непривычно в это верить, я бы сказала, менталитет такой. Ремень действительно спасает жизни и спасает от получения более тяжких травм. Я вижу, что мамочки иногда неправильно ведут, переводят через дорогу своих детей, неправильно их держат. Может быть, им какой-то совет дадите? Я вот сегодня ехал на работу и видел, как мама на пешеходном переходе в Канищево везет санки, несмотря ни на машины, ни на... Где-то сзади, да? Ну, где-то непонятно как она их везет, несмотря на машины, несмотря ни на что, она упорно двигается вперед. Хочу сразу сказать, что машина – это механизм, да, и остановить его бывает достаточно тяжело. Пешеходных переходов сейчас в городе у нас очень много, и люди думают, что машины... А потом ведь низкие санки порой и не видно. Конечно, их не видно, вот. И самое главное, что машина, она не может остановиться, как летом, да, несмотря даже на любую скорость. Вот, поэтому это очень опасно, и надо смотреть, во-первых, по сторонам, да, и всегда предугадывать, ну, какие-то маневры. И надо крайне внимательно относиться и к себе, да, и к своим близким, родственникам. Это не только относится к детям, но и к бабушкам, дедушкам, которые тоже ходят по улицам очень неаккуратно. Такие морозы были, горки только, вот, да, только появилась возможность, вот, вот, буквально месяц, да, когда можно испытать все, мне кажется, все зимние забавы. Каждый день к нам поступают и спортсмены, и летчики, и автолюбители, и так далее, и тому подобное, и кого у нас только не было. За ближайшие, за последние 8 лет моей работы у нас были очень много разных людей, и разного контингента, и так далее, иностранцы. Всегда ли с пониманием пациента, поступающий к вам, относятся к процедурам, и действительно не пытаются сбегать из вашего отделения на сломанных ногах, потому что их действительно обезболили, они ничего не чувствуют, думают, что все замечательно. На самом деле, очень большое количество людей, да, в наше отделение поступают в состоянии алкогольного опьянения. Вот, и их адекватность, она очень такая... И нестабильная. И нестабильная, да, и пограничная. Вот, поэтому нам приходится их уговаривать иногда, иногда как-то их убеждать. Ну, очень много всяких разных бывает и смешных историй, и грустных. Вот, но мы стараемся, мы работаем не только как травматологи, но и как психологи, даже психотерапевты. И помогаем им понять, что дальше, возможно, что будет хуже, да, возможно, будут осложнения, да, возможно, их придется оперировать, когда, в принципе, могло обойтись и без этого. Ну, очень много. А знаете, мне очень нравится, что я вот задаю вопрос, а вы как-то реагируете на все спокойно, с улыбкой. То есть, мне кажется, вы очень любите свою работу. Хотелось бы понять, за что? Романтизма в ней немного. Любим мы свою работу, но как же, мы работаем, мы должны ее любить. Потому что, если мы ее не будем любить, то качество нашей работы будет страдать, люди будут получать травмы и не будут вылечиваться. И поэтому мы должны помогать людям, ну, кто, если не мы. Короткий, емкий совет нашим телезрителям. Дайте, пожалуйста, в эти непростые дни, когда сегодня потеплело, а завтра снова мороз. Тем более, что синоптики прогнозируют именно это. В первую очередь, берегите себя, заботьтесь о своих родных и близких. И побольше внимательности вообще по жизни на улице, на дороге, на катке, ну, везде. Вот, кстати, про каток. Хорошо ли вставать на коньки лет в 40, когда до этого ни разу на них не стоял? Скажите, как травматолог. Я всегда говорю, в нашем возрасте срастается дольше. Это действительно ведь так? Срастается приблизительно у всех одинаково, на самом деле. Вот. Но вставать или не вставать, это дело каждого. Скажу про себя. Четыре дня назад я купил себе коньки. И первый раз на них встал. В общем-то, поехал, несколько раз упал. Ну, я сижу перед вами, живой, здоровый. И, в общем-то, как бы, всё нормально. Спасибо за эти 10 минут. Достаточно было позитивно. Ну, что ж, уважаемые телезрители, вам здоровья и терпения в эту непростую погоду. Увидимся с вами позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова